Здравствуйте и добро пожаловать в Институт подросткового служения. Сегодня мы рассмотрим подростков и их отношения со сверстниками. Меня зовут Джон Геррег. Это видео одно из серий развития подростков. Если вы хотите посмотреть другие видео из этой серии или скачать конспекты этому видео, перейдите по ссылке ИПС. Ну, давайте начнем. Нет ничего удивительного в том, что подростки проводят много времени со сверстниками. Исследования показывают, что подростки проводят с ними в два раза больше времени, чем с родителями и другими взрослыми. Подростки собираются в группе до школы, в обед, после школы, во дворе и разговаривают с ними по телефону. Все наше общество организовано по возрастам – в школе, в кружках и даже в церквях. Чем более развита страна, тем глубже разделение по возрасту. Но как сверстники влияют друг на друга? Сверстники, объединенные в группе – это помощь или это проблема? Как вы думаете? Если вы смотрите это видео в группе, поставьте видео на паузу и обсудите этот вопрос. Вы, скорее всего, решили, что все зависит от того, что это за сверстники. Есть мнение, что в группе сверстников проблема. Они подрывают ценности взрослых. Например, взрослые ценят успеваемость, а подростки – развлечения, спорт, музыку, отношения с противоположным полом – все это мешает успеваемости. Также отношения с некоторыми сверстниками могут приводить к боллингу, то есть издевательствам и депрессии. Однако, есть и другое мнение, что группа сверстников – помощь. Группа – это то, что за пределами дома. В группе формируется личность подростка, его самостоятельность и способность принимать решения. В группе ребята могут научиться общаться со сверстниками. Группы сверстников играют важную роль в подготовке подростка к жизни в обществе, который меняется очень быстро. В современную эпоху семейные ценности рушатся, зато мнение сверстников приобретает важные значения. Когда общество меняется очень быстро, молодые даже учат взрослых, например, в области компьютеров и технологий. У многих подростков есть своя группа друзей. Этой группы не такие, как были в детстве. Одно из изменений заключается в том, что подростки проводят со сверстниками больше времени, чем в детстве. Кроме того, есть меньше влияние взрослых, чем раньше, когда родители ходили с детьми на площадку или в гости к их друзьям. Также у подростков больше контактов с противоположным полом. В детстве обычно существуют жесткие границы между группами мальчиков и девочек. Но по мере взросления эти границы начинают смягчаться. А интерес к противоположному полу растет. Подростковая группа друзей небольшая. Примерно по 5-6 человек одного пола и возраста. Здесь происходит и главное общение. Некоторые группы более закрыты, чем другие. Когда новенький приходит в школу или в церковь, он не знает, впишется ли он туда, примет ли его в группе. Однажды мы переехали в Америку на год с двумя детьми-подростками. Наш сын сразу же нашел свою группу мальчиков. Наша дочь несколько месяцев пыталась найти себе группу. Подростковый лидер нашей церкви сказал мне, что по его наблюдениям, группы сверстников девочек более закрыты и в них труднее пробиться. Что вы думаете, является ли группой девочек более закрытыми? Так или иначе, зная это, мы должны позаботиться о том, чтобы ребята в нашей группе принимали новеньких. При исследовании подростковых групп были обнаружены три типа подростков. Один тип – это члены группы. Может существовать иерархия. Кто-то более популярен, кто-то менее. Однако все они находятся в группе, которую обычно объединяет общие интересы. Когда я был подростком в школе, я играл на трубе в школном дуковом оркестра. И большинство ребят из моей группы тоже играли в оркестра. Мы вместе учились в школе, обедали в столовой, вступали на концертах, а иногда даже ходили друг к другу в гости, чтобы послушать музыку. Второй тип подростков – периферия. Они не входят в группу, но связаны с ней. У них есть друзья, но эти друзья не составляют группу. Более того, разные друзья могут даже не знать друг друга. Когда я преподавал этот курс в университете, я давал студентам задания – провести интервью с подростком. Почти все студенты брали интервью у подростков, изверующих самих. И оказалось, что практически все подростки были периферийными. У них были один-два друга в школе, если они в общей были, и один-два друга в церкви. Они не были без друзей, но у них не было группы друзей. Похоже, что большинство ДВР – периферийные подростки. Третий тип подростков – изолирование. Они мало общаются со своими сверстниками. Возможно, это их выбор, если они очень застенчивы по своей природе или боятся своих сверстников. А может быть, они социально неуклужие и не нравятся другим подросткам. А может быть, у них нет общих интересов со сверстниками. Так или иначе, у них нет друзей среди сверстников. Часто именно такие подростки тянутся к лидеру. У них нет настоящих друзей, поэтому они жаждают любого внимания. Лидер должен поддерживать этих подростков, но также помогать им подружиться с другими ребятами в группе. На этой диаграмме показаны отношения между сверстниками. Есть три группы подростков – А, Д, Ж, Н и Р, Х. Есть два периферейных подростка – Е и З. У них есть друзья, но они не входят в группу. И есть несколько изолированных подростков. Вы видите, что они тянутся к кому-то, но без взаимности. У членов этих групп наблюдаются некоторые общие черты. Первое – это возраст. Обычно подростки в группе одного возраста. Это связано с тем, что ребята одного возраста учатся вместе в школе. Другой фактор – пол. У мальчиков и девочек разные интересные и занятия. Однако могут быть и смешанные группы. Еще общий в группах социоэкономический статус. Обычно в группу объединяются ребята одного и того же статуса. Интересное исследование было проведено в Америке, в городе Элмтаун. В исследовании все семьи были разделены на пять групп по экономическому статусу. Затем были изучены группы друзей из этих семей. Было обнаружено, что более 60% друзей того же экономического статуса. Остальные друзья были из соседней категории. Лучший друг также из одной социоэкономической категории. Подростки начинают лучше осознавать свой социоэкономический статус, который может повлиять на то, в какой группе они окажутся и какое место в ней займут. Исследование показало, что чем богаче подросток, тем больше вероятность, что он будет популярным. Еще фактор, по которому подростки объединяются, это этническая принадлежность. Часто стереотипы мешают общению между подростками разных национальностей. Подростки лучше понимают и принимают ребят другой культуры, если они растут вместе. Ребята понимают, что те не с другой планеты, и что не все одинаковые. Это помогает разрушить стереотипное представление о других народах. Также у подростков из одной группы обычно одинаково отношение к школе. Возможно, из-за того, что они учатся в одних и тех же классах. Если подросток, который не хочет учиться, окажется в группе, где очень ценит учебу, тогда он поймет, что ему нужно много учиться, чтобы соответствовать группе. Или, наоборот, если его дразнит за то, что он так усердно учится, он может забросить учебу. Еще один фактор, который может связывать группу, это общие проблемы, как наркотики или хулаганство. Один студент рассказывал мне, что в его школе были курящие и некурящие. Ребята находили своих друзей в соответствующей группе. Итак, что все это значит для подросткового служения? Возможно, у вас уже есть идея. В одной из книг о церковном служении я прочитал вопрос, который обычно задает себе новый посетитель церкви. Если здесь такие же, как я, моего возраста, моего жизненного этапа, моей национальности и так далее, подросток задает тот же вопрос, когда приходит в нашей группе. Может быть, будет сходнее с ним подростком, а может быть, нет. Но мы должны культивировать в нашей группе теплую атмосферу, принимать любого, кто к нам приходит. Спасибо, что нашли время посмотреть это видео. Если оно было полезным, пожалуйста, нажмите на большой палец вверх. И обязательно посмотрите материалы для подросткового служения на нашем сайте. В следующем видео мы поговорим на тему о подростках и субкультурах. Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам. Спасибо за ваш интерес к подростковому служению. Увидимся в следующий раз.